Вопрос. Допустимо ли использовать зонтик во время ихрама для покрытия головы и защиты тела от солнечной жары? Этот зонт иногда может располагаться на плече, чтобы освободить руки. Ответ. Хвала Аллаху. Первое. Ученые единогласны в том, что прикрытие головы во время ихрама запрещено. Об этом свидетельствуют слова пророка, салаллаху алейхи вассалям, о человеке, который умер на горе Арафа, когда был в ихраме. «Обмойте его водой и листьями лотоса, и заверните его в саван, состоящий из двух частей. Но не наносите на него никаких благовоний и не покрывайте его голову, потому что Аллах воскресит его в сутный день, произносящим тальбию». Сообщается от Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен Аллах им и его отцом, что один человек сказал, о посланник Аллаха, какую одежду носит мухрим, то есть человек в состоянии храма. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Он не надевает рубашку, чалму, брюки, любую одежду, покрывающую тело вместе с головой, и хуфы, обувь, целиком покрывающую ступни ног». Второе. Голову можно прикрыть разными способами. Прикрыть ее чем-то, что касается головы, например, шапочкой, чалмой и подобным. Все это запрещено в соответствии с двумя приведенными выше хадисами. Второе. Прикрыть голову чем-то, что ее не касается, например, зонтиком, палаткой, крышей автомобиля и т.д. В этом нет ничего плохого. Потому что Ум Хусейн, да будет доволен ее Аллах, сказала, «Я совершила хадж с посланником Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, во время прощального паломничества». С ним были Усама и Беляль. Один из них держал за узду верблюдицу посланника Аллаха, а другой поднимал свою одежду, прикрывая пророка, салаллаху алейхи вассалям, от солнца, пока он не кинул камни в джемрату аль-Акаба и не ушел. Ан-Навуи сказал, «Это указывает на то, что Мухриму разрешено прикрыть голову для тени при помощи одежды или иного. Такова точка зрения нашего Мазаба и Мазаба большинства ученых». Шейх Ибн Усеймин сказал, «Это абсолютно похоже на зонтик». Шейх Ибн Баз сказал, «Нет ничего плохого в том, что Мухрим использует зонтик, чтобы защитить себя от солнца, или найдет тень в палатке или под крышей автомобиля». Третье. Ношение багажа на голове. В этом нет ничего плохого, потому что это обычно не делается с намерением прикрыть голову. Но если это делается с таким намерением, то это запрещено. Шейх Ибн Баз сказал, «Перенос багажа не является покрытием головы. Это подобно тому, что Мухрим будет переносить еду и прочее, если только он не носит нечто на голове как уловка». Всевышний Аллах запретил прибегать к уловкам для того, чтобы совершить запретное. Аллах знает лучше.